Белые ночи Бог посетил ее через болезнь и испытания бездетностью, но путь к осознанному воцерковлению у популярной актрисы театра и кино Анастасии Бусыгиной был непростым. На крещение она пришла с серьгой в ухе. Как протест сменился поиском истины, как однокурсник по театральному институту стал ее духовником, а молитва свекрови монахини изменила ее жизнь. И о чем сегодня она просит? Бога. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Я очень рада видеть вас здесь, на нашей программе. И я хотела вас попросить, можно я на вас посмотрю? Конечно. Ого, вот какая пышная прическа, очень красивая. Очень изящный аристократический нос, высокий лоб, признак ума, тонкие брови. Прямо аристократическая внешность. А это, простите, так, это что это? Это медальон? Да, это медальон моей бабушки. Это Анютина глазка. Анютина глазки. Одна Анютина глазка. Такой цветочек сиреневый. То есть это, можно сказать, семейная реликтная? Да, совершенно верно. У вас сережки сейчас немного другие. Я знаю, что вы крестились с сережкой в виде креста. Ну, конечно, они уже к моему возрасту, теперь другие, потому что много все по-другому в жизни. Такое тоже было в моей жизни. Но я смотрю, у вас очень много атрибутов именно таких. Вы очень красиво одеты, женственная. И, наверное, это ваше амплуа женственная. Да. Вы такая и есть в жизни. Да. Тогда я предлагаю вам присесть, и я попытаюсь описать ваш портрет с помощью интервью. И проходил мимо нас батюшка, и увидел, что меня фотографирует моя сестра, и сказал, что у вас будет большое несчастье. И вдруг я не могу ни сесть, ни встать. У меня жуткая боль в животе. В любом случае, я благодарю судьбу и благодарю Господа нашего за все, что есть и все, что случилось. Анастасия, в вашей жизни было очень много поворотных моментов. И одно из них – это во время поездки к святыне вы сфотографировались, и священник сказал вам, что произойдет беда. Что это было за история? Вы не можете рассказать поподробнее? Да, было такое в моей жизни. И я была еще совсем юная. Я только поступила в театральный институт. И, казалось бы, самая прекрасная пора у меня впереди, в общем-то, как и было. И мы с моей сестрой, с моей подругой, она училась тоже в школе-студии на художника по костюму. И мы поехали на теплоходе в Аллаамке, Жилинград. И была еще моя племянница с нами. И причалив к Аллааму, нас должны были повезти на экскурсию в монастырь. А на берегу, не в стенах монастыря, а просто на берегу стояла беседка. С трех сторон она как бы была продуваемая, а с одной стороны глухая. И мы фотографировались, и я встала на эту глухую стену, конечно, ни в коем мере не желая кощунствовать, да, или сделать как-то, ну, что-то какой-то недостойный кадр. Но я как-то встала в какую-то позу, я не знаю, может быть, как... Ну, я уж не буду так громко говорить ангела, но вот в какую-то позу. И проходил мимо нас батюшка, и увидел, что меня фотографирует моя сестра, и сказал, что у вас будет большое несчастье, вы фотографируетесь на святом месте. Как-то это так очень попало в душу, и не давало успокоиться мне. И стал об этом думать всю дорогу, и в монастыре, и когда мы пришли уже на теплоход, мы купили книжечку о Валааме. И он на последней странице его фотографии – настоятель Валаамского монастыря. И, конечно, как-то мне так было не по себе. А что произошло потом? Потом мы шли на теплоходе, и на одной станции, по-моему, это был Плёс, мы пришвартовались рядом ещё с таким же роскошным четырёхпалубным теплоходом, и там повстречали нашего знакомого Володю Скверевского. Он – первая скрипка Большого театра, и его родители дружили с моими родителями. Мой папа – народный артист, оперный артист, мама – мой хорместер, и его музыкальная семья. Они дружили в Новосибирске, где как раз-таки я родилась. Мы решили, что, когда придём в Нижний Новгород, решили, что там мы пойдём все к нам в гости. И пришли к нам в гости, накрыли мы с сестрой стол. Мамы не было, папа был на гастролях, мама тоже была где-то в командировке, или была, может быть, она на тот момент на даче в деревне, не помню уже я точно. И вдруг я не могу ни сесть, ни встать, у меня жуткая боль в животе. Меня везут в одну больницу, ничего не понимают, что со мной происходит, в другую больницу на скорой везут, ничего не понимают, что происходит. Ну, потом разрешилось с операционным столом, нашли проблему, ну, которая потом в жизни мне... Которую потом в жизни мне и пришлось вымолить возможным. И, возможно, благодаря этому случаю это зёрно таки проросло и выросло в какой-то уже, может быть, в какие-то маленькие плоды, я надеюсь. Поэтому всё в жизни не случайно, и ни в коем случае, конечно, я когда рассказываю эту историю выцерклённым людям или батюшке в храме, то, конечно, они, ну, не то что осуждают, они, в принципе, этого не делают никогда, но говорят, что так неправильно было сделать, так сказать. Но, с другой стороны, может быть, этот человек, этот настоятель, этот выцерклённый человек, может быть, он что-то видел в тот момент, ну, когда, да, я фотографировалась, может быть, что-то какое-то у него было, как говорят... Предчувствие. Да, предчувствие. И он выразил это так, может, не совсем корректно, да, но мы же не знаем, что там в верхних слоях атмосферы делается. Поэтому случилось так, как случилось, и в любом случае, я благодарю судьбу и благодарю Господа нашего за всё, что есть и всё, что случилось. А потом много лет вы с мужем вымаливали ребёнка. Да. Что это был за период? Ну, я внутри себя всегда знала, что если у нас не будет детей, наш брак не будет долгим. Почему? Потому что он из многодетной семьи, и он хотел, чтобы у него были дети. И я думаю, что он не представлял свою жизнь без детей, хотя всё равно, когда мы с ним женились, и он сказал, что он был готов со мной, готов быть со мной в радости и в горости. Но я как-то, как женщина, я всё равно чувствовала, что если у нас не будет детей, то наш брак не будет долгим. И тут, конечно, это, наверное, мой был первый такой осознанный, такой глубокий приход в храм и выцеркление, и причастие, и чтение Евангелия, и чтение молитв. Моя первая молитва, вы знаете, я снималась в таком... Был такой проект «Автономка». То есть... Мы снимали на подводной лодке, это всё дело происходило. И снимал Пётр Штейн «Царство мне небесное», который пригласил меня в этот проект. И там моя героиня, когда попадает на подводную лодку, когда она умирает, она вот читает «Отче наш». И, собственно, я выучила молитву «Отче наш», только потому, что я должна была её озвучить в кадре. Да, то есть это было моё первое такое. А потом уже, когда я пришла, так сказать, осознанно в храм, я всегда в храм ходила, ставила свечку, как-то своими словами просила Господа о чём-то. С верой, но, может быть, не с такой глубокой, как уже позже. Так вот, когда я стала уже ходить и думать, и молиться, почему так произошло, и будет ли, и, может быть, стоит уже смириться, или дальше верить. И мама мне говорила, ну что же, все разные люди, разные семьи живут по-разному, у многих нет детей, так, такое Господь посылает испытание. Поэтому и в конце, когда я уже подумала в какой-то момент, я подумала, ну всё, значит, наверное, так оно и будет. И всё равно, всё равно я как-то просила. Первый раз пришла в жизни на исповедь, я никогда не была на исповеди. Это для меня был тоже стресс и какое-то такое сильное очищение. Как будто вы действительно с меня сняли вот какие-то оковы. Но потом ещё прошёл длинный путь, и Господь услышал мои молитвы, и у нас двое прекрасных детей. Ну, я была таким подростком очень свободолюбимым и колючим. Вот такое ощущение, что как бы меня потихоньку крестили. Я сначала покрещу его, а потом мы поедем с ним на операцию. И на следующий день у Клименти всё прошло, и мы больше об этом никогда не вспомнили. Анастасия, в вашей жизни был ещё один промыслительный момент, когда вы опоздали на причастие, и батюшка вас отчитал. Что это был за момент? У меня не было ещё Марфушеньки, и мы с Климентием приходили на причастие. Я опоздали на него. И батюшка нас всё равно причастил после всей службы. Говорит, а что же ты опоздала? Я говорю, ну да понимаете, быт меня заел. Он говорит, далеко живёшь? Я говорю, да нет, батюшка, напротив. Он говорит, детей много. Я говорю, да нет, батюшка, один. Он говорит, ясно. Ну, говорит, в следующий раз я розги возьму. Я говорю, согласна, батюшка, согласна. В конце службы он как поощрение, как, не знаю, как награду на будущее нам. Ведь редко в храме дают большую просферочку за что-то. И вот он приносит нам большую просферочку, мы выходим на улицу, и он кричит. Матушка, говорит, расскажи, что такое быт заел. И в этот момент матушка грузила всех своих семерых детей в автобус, и они уезжали после службы 60 километров от города. Далековато. Да, так что я поняла, что такая у нас бывает. У нас очень прекрасные храмы. Но вы не обиделись? Нет, конечно, это прекрасно. Ещё одна интересная история есть в вашей жизни. Ваш духовник, ваш одноклассник? Однокурсник. Однокурсник? Да. Ну, что значит духовник? С этим у меня ещё пока очень в жизни, я так скажу, не сложилось. Я не могу сказать, что вот у меня есть мой духовник. Нет. Как-то мне сказала моя знакомая, что, приходя на причастие, ты идёшь к батюшке. Как, ну, такое, может быть, некрасивое слово, оно мне очень не нравится. Но, тем не менее, за неимением сейчас в моём лексиконе более подходящего. Как проводник между Господом, которому ты, да, пришла облегчить свою душу, да, и человеком, который может тебе помочь словом, да, отпустить какой-то твой, может быть, грех, да, и помочь. И это должен быть человек, которого ты не знаешь, или который в твоём храме уже батюшку служит, службу. Как такового духовника нет. Но в моей жизни встречаются люди потрясающие, феноменальные, которые становятся моими духовниками, да, и они на протяжении жизни и в совокупности все вместе, и поодиночке. И вдруг с какой-то определённой бедой, проблемой я могу обратиться вот как раз-таки к нашему Юре Брылёву, отец Георгий, который мой однокурсник, который вот по окончании школы-студии, он пошёл в духовную семинарию и стал батюшкой, настоятелем, и у него матушка и семеро детей. И он крёстный моего Клементия. И это тоже промысловая история. Я пришла Клементия крестить, попросила его быть крёстным Клементия. И мы, когда пришли на Кристину, у Клементия был слёзный канал, очень сильно забитый, очень сильно гнаился глаз. У Марфуши тоже такое было, и мы лежали очень долго с ней на операции. А здесь я решила, что нет, я сначала покрещу его, а потом мы поедем с ним на операцию. Про Марфушки даже уже резали этот слёзный канал, чтобы его прочищали. В месяц, по-моему, ей только было. И вот у Клима такая же история. И мы поехали крестить. И он с такой верой погружал его в купель, что мы стояли как заворожённые, как он это делал, как всё-таки по Станиславскому. И на следующий день у Клементия всё прошло, и мы больше об этом никогда не вспомнили. Это настоящее чудо. Чудесный мой однокурсник, да. И, конечно, к нему я часто иду за советом, потому что как самому близкому, пожалуй, я ему самое сокровенное могу посоветоваться с ним. Анастасия, давайте вернёмся немного в ваше детство. Как вы росли? Ваш папа оперный певец, дедушка стахановец, а мама тоже из мира музыки. Можете рассказать немного о вашей атмосфере в семье? Да, я уже росла с совершенно счастливейшим ребёнком, в полной любви. Старшая сестра, которой была у меня немножечко ревность. Но в целом я была очень как бы папина дочка. Папа меня брал всегда на все гастроли. Я девочка была театральная. Я, мне кажется, жила за кулисами. У нас была в семье любовь. У нас не было в семье храма, но в то время это было не принято. Это мама была долго, ну, недолго, но какое-то время, пока она не вышла из партии, наверное. Да, не дала свой партбилет, то мама тоже не могла ходить в церковь. Как-то у нас это было очень странным. При всём при том, как-то вечером, когда мама с папой шли гулять, они обязательно заходили в храм. И в моей голове как-то всё время в детстве это не укладывалось. Поэтому, ну, я об этом и не думала, потому что у нас было всё хорошо. Но всё равно все верили. Бог, Он живёт в сердце каждого, кто верит в Него. Однако вас всё-таки крестили в переходном возрасте. С серёжкой в виде креста. Вы были трудным подростком? Ну, какое-то время, может быть, и да. Ну, не могу сказать, что я была бы трудным подростком. Нет. Это... Я была самостоятельным подростком. И меня так родители воспитали, что, наверное, ничего такого запретного, что называется, глубоко я бы в себя не пустила. Может быть, это всё было такое напускное, может быть, немножечко уже тогда театральное. Не знаю. Но мне кажется, что каких-то глупостей я не делала. Нет, у меня не было такого, чтобы я делала какие-то глупости. И, видимо, мама моя боялась, что по моему виду ей казалось, что всё-таки эти глупости я, может быть, есть в моей жизни. Хотя, может быть, какие-то незначительные были. Но я была таким подростком очень колючим. Свободолюбимым. Свободолюбимым и колючим. И почему-то я носила серёжку в ухе зачем-то. Может быть, это после фильма «Асса». Наверное, я посмотрела фильм «Асса», он меня впечатлил, и я носила серегу в ухе. Да, это вот такой момент был, но я всегда знала, что я хочу. Я всегда знала, к чему я иду. Может быть, как вот я и говорю, я это выражала через внешний вид, немножечко не допуская мозг. Вот, мозга было мало. А вы помните тот момент, когда вас крестили? Что вы тогда почувствовали в душе? Я помню, как мы пришли в этот храм. Я помню этот храм в Нижнем Новгороде, наверх в Неворской набережной. Помню, почему-то я очень не хотела, потому что почему-то меня заставляли родители. Была моя мама и была моя крёстная мама. Папы не было. Как бы вот такое ощущение, что как бы меня потихоньку крестили. Помню, что мы вышли из храма, была ужасная проморзглая погода. Какая-то просто вот холодина была и какой-то ветер ледяной ещё на Волге. И было мне очень как-то вот... Не по себе. Не по себе, да. Я не могу сказать, что вот у меня есть какие-то воспоминания о моём крещении, о моём входе в этот прекрасный мир, какой-то светлый. Нет. Всё-таки это пришло постепенно. И постепенно в мою жизнь пришло. Сначала пришло просто, наверное, от родителей, что надо зайти в храм. Я в храм потом... Я любила заходить. Я любила поставить свечку, любила попросить, любила посмотреть на образы, как на красоту, как на произведение искусства. Да, понимала, что существует некая, может быть, связь, которая, возможно, если попросить, она поможет. Но уже пришла к серьёзному, глубокому и к какому-то уже взрослому. У нас наша прекрасная бабушка. Она пошла в монастырь. И мы, когда пришли, я стала молиться. И в этот момент прямо из купола вылетают два голубя. И эти два голубя как будто бы мне сказали, что будет всё хорошо. Анастасия, у вас есть в жизни то, о чём вы жалеете? Анастасия, мы с вами в землячке. А вы были когда-нибудь в Дивеево? Да, конечно. Действительно, мы туда ездим с моей сестрой, проводим там целый день. Ставимся этой невероятной красотой, этой силой. И после Дивеева действительно такое ощущение, как будто в тебя вселяют силу. И силу на работу, силу на жизнь, силу на веру. А ещё у меня такой чудесный случай. Мне так хочется им поделиться с вами. Конечно, рассказывайте. Когда я уже была Марфушей. Марфуша была под моим сердечком, уже билась совсем маленькая. Я снималась в Питере в таком проекте «Ленинград 46». И были очень сложные съёмки. Мы снимали по деревням. Это военное время. И мы далеко очень уезжали, за 60 километров. Меня трясли на машинах и так далее, и тому подобное. И в какой-то момент я даже не приехала в результате на последние сцены, потому что была угроза выкидыша в связи с этими ухабами, холодом. Потому что и в катакомбах снимали. И после смены, когда я очень плохо себя сильно почувствовала, очень плохо. Даже приехал ко мне муж. Просто была какая-то угроза, так скажем. И мы с ним, несмотря ни на что, пошли к Ксении Петербургской. И мы, когда пришли, я стала молиться. И на улице там есть такой, где можно поставить свечку, её икона. И в этот момент прямо из купола вылетают два голубя. И эти два голубя как будто бы мне сказали, вот будет всё хорошо. Будет всё хорошо. Я так этот часто случай вспоминаю, и потом отродилась Марфуша и Клементи. Профессия актёра очень публичная. Приходится ли отказываться иногда от некоторых ролей в связи с нравственными принципами? Да, к сожалению, приходится. Приходится не так часто, но приходится. Вот так слабое осло кладывается, что-то даётся, что-то пока притормаживается, может быть, за ненадобностью. Я одно время очень много снималась, а потом вот, когда Марфуша родилась, я потом ещё снималась. Вот Клементи родился, я очень долго приходила в форму. И сейчас... Сейчас очень мало у меня таких хороших предложений. В основном те, в которых мне не очень хочется сниматься. Одни в силу того, что я долго не снималась, и уж не хочется совсем как-то себя растрачивать. А другие просто бывают непотребны. И то, что присылают сценарии для сейчас модных и высокооплачиваемых платформ, где ужасные лексиконы. И, конечно, я от этого отказываюсь сразу. И это принципиально в моей жизни. Анастасия, вы сейчас играете Аркадину в «Чеховской чайке». Мне кажется, что это моя одна из любимых ролей. И вот сейчас режиссёр, у которого уже нет с нами, Бурдонский Александр Васильевич, он поверил в меня и тогда пригласил на эту роль. И мы в такой любви репетировали это произведение, играли. И не знаю, откуда вы даже знаете, у нас там начинается спектакль, что зрители сидят на сцене, а мы сидим в зале, зрители нас не видят. И когда звучит третий звонок, и начинается музыка к Элизе звучать. Мы в зале зажигаем свечи, и с зажжёнными свечами идём на аванс-сцену и ставим эти свечи как свои жизни горящие перед зрителями на аванс-сцене. И в этот момент Александр Васильевич говорил, что каждый должен перед спектаклем подумать о своём сокровенном и так далее и тому подобное. Я почему-то всё время читаю молитву отче нашей, взываю к папе, всем, кто на небесах. Я знаю, что в вашей семье ваша свекровь, она ушла в храм, в монастырь. Расскажите, пожалуйста, про этот момент поподробнее. Тогда ведь вашему мужу было 4 года. У нас наша прекрасная бабушка, матушка Ангелина, она Наталья Фёдоровна, она шла в монастырь. Это её, что называется, её Господь позвал, и никак тут больше не скажешь. Она понимала, что она может... Там она принесёт большую пользу и больше сделает деяний для своих детей. Мы бываем у неё часто. Она сейчас живёт в Скиту, она живёт в деревне Дуровка, это под Курском, в Скиту. И у них там храм 1825 года, который они полностью восстанавливали с нуля практически. И там вот они и живут, и молятся. И уверена, что когда... Ну, какое-то важное дело, я всё время ей звоню, прошу, чтобы она за нас помолилась, не забывала. Но я знаю, что она и так каждый день о нас молится. Ну, есть в нашей семье такой человек, тоже, видимо, так судьба послала, что есть такой человек, который ежедневно про тебя вспоминает и думает о тебе. Да, мама, и вот Наталья Фёдоровна наша, она матушка Ангелина. Такой ангел-хранитель в вашей семье. Анастасия, у вас есть в жизни то, о чём вы жалеете? Только об одном. И всегда говорю, что сожалею об одном, что мой папа не увидел моего мужа и моих детей. Уверена, что он, конечно, с небес на нас смотрит. Но это, наверное, единственное, о чём я вот как-то так иногда грущу. Сожалеть нет, ни о чём не сожалею в своей жизни. А чему вас сейчас научила вера? Быть терпимее. Наверное, в моём сердце стало больше любви. И это, наверное, главное. Анастасия, за что вы благодарите Бога? За всё. За каждый день. За каждый миг. В нашей программе есть такой вопрос. Если бы вам прямо сейчас сказали, что Бог может ответить на любую вашу просьбу, что бы вы у него спросили? Как там поживают все наши ушедшие от нас люди? Всё ли у них хорошо? И есть ли там что-то? А что бы попросили? Здоровья своим детям и маме. Анастасия, у меня есть для вас подарок. Я его сделала своими руками. Это сердце. Это сердце, в котором живёт Бог. В вашем сердце живёт Бог. И я это вижу сразу. И мне от этого очень радостно. Спасибо огромное. Спасибо большое. Мне было очень приятно познакомиться и пообщаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok